Вон целая грядка, вон они еще пошли, вон там еще какие-то здоровые есть. Вон еще вкус... Ой-ой-ой, сколько их здесь, друзья, вы только посмотрите! Привет, друзья, меня зовут Николай, и сегодня мы с вами пособираем в прекрасном лесу эпилону садовую. Это очень интересный гриб. На протяжении видео я расскажу все, что про него знаю. Но вы, конечно же, не забывайте подписываться на мой канал, и теперь мы перейдем к прогулочке. По пути, конечно же, бывают, попадаются пасущиеся коровы. Но помимо всего этого, если заезжать со стороны Пионерского, по крайней мере, как я заезжал, попадаются прекраснейшие белые поля. И это, друзья, полевые ромашки усеяли целые поля. Смотрится, конечно, потрясающе. Друзья, просто неудобно ехать и показать вам, какая дорога. Но дорога, в принципе, вам ясна по налипшей немножко грязи на колесах. Сейчас я вам покажу саму дорогу. Вот сама дорога. Немного ее тут развезло. По пути попадаются небольшие лужи. Сейчас я вам покажу одну из небольших. Ну, а такие вот небольшие лужицы попадаются по дороге. Это течет с лужи, которая сверху находится. Я по ней ехал, получается, ну, выдавил воду. И теперь вода пошла в эту лужу. Ну, ничего страшного. Дорога нормальная, ехать можно, в принципе. Сейчас прогуляемся по лесу. И посмотрим, тем более столько дождей идут, должны попадаться грибочки. Ну, а что попадется, уже увидите в дальнейшем. Ну что, друзья, вот в таком я замечательном лесу. И, естественно, как я и ожидал, уже пошла эпилона садовая. А вот я вам сейчас ее и покажу, что далеко ходить. Прямо на дорожке они попадаются, кстати, редками. Они по одному не растут. Они обычно растут небольшими семейками, которые и позволяют нам их набрать много. Вот это одни из первых грибочков, которые я собираю в этом году. Они только начали расти. Как вы видите, они все сейчас будут идти хорошие. Ну, а там какие они будут, естественно, увидим дальше по видео, друзья, в лесу. Вот они еще. Смотрите, какая хорошая, небольшая такая грядочка их спряталась. Конечно, прячется вот под такими какими-то листьями. Смотрите, интересно. Можно подумать, что ландыши. Но это не ландыши, потому что ландыши выглядят немножко по-другому. И они здесь тоже попадаются неподалеку от грибов. Конечно же, смотрится просто замечательно. А какой окружает в лесу запах, когда цветут ландыши, это просто вам не передать. Какое-то растение, я не знаю даже, как называется. Ну, ладно. Нам это не важно, как оно называется. Нам важно, какие мы грибочки сегодня собираем. Вот такие вот, друзья, идеальные. Все идеальные. Молодняк. Они, наверное, только начинаются. Они уже должны были, вообще-то, давненько начаться. Но из-за того, что как-то холодная весна, их долго и не было. Но сейчас мы прогуляемся и посмотрим, сколько нас собираем. Сам факт того, что первые грибы эти уже начали попадаться. По крайней мере, я начал их находить. Так, ну что, ребята, нашел еще целую грядочку грибочков. Смотрите-ка. Какие они все идеальные. Так, вот они вот. Еще вон они пошли. Сейчас именно размерчик такой идеальный для того, чтобы именно их можно было замариновать. Они, конечно же, могут вырасти и большие. Ихние шляпки могут достигать даже 12 сантиметров. Ну вот из больших, я, кстати, вижу здесь. Они уже... Вот они из больших. Выглядят вот таким вот образом. Сейчас я вам все буду показывать. Кстати, когда они уже становятся старые, вот здесь снизу они начинают становиться такого цвета, серовато-розового. Но это, как мы видим, еще они такие светленькие. Значит, они еще все хорошие. Кстати, попадаются они сейчас, в данный момент практически все идеальные. Не червивые. Вот, посмотрите, сколько их тут. Их тут целое поле. Вот они лезут. Вот эти дожди как раз то, что надо. О, смотрите, вот большой и хороший. Вон целая грядка. Вон они еще пошли. Вон там еще какие-то здоровые есть. Он еще вкус... Ой-ой-ой, сколько их здесь, друзья. Вы только посмотрите. О-о-о-о. Наверное, сейчас быстренько ведерко насобираю. И на этом будем заканчивать, потому что сегодня опять обещали дождь. Вот видите, какие они все. Так, где мы... О, тут прямо возле ведра они. Ой, здесь усыпано этими грибами, друзья. Ох, по-богатому. Не зря я сюда приехал. Поляна просто суперская. Эта лома садовая или эта лома лесная растет обычно небольшими группами или ведьмиными кольцами. В лесах, в садах, в парках часто можно повстречать под боярышником, грушами и яблонями. Ну, в моем случае я их повстречал, конечно же, под боярышником, потому что у нас в Крыму его очень много растет. Так, ребята, вы посмотрите, вот так вот разгребаем траву, они вот тут везде попадают. Вот, вы посмотрите, только сколько их здесь. Ох, ты, они прямо пучками такими. Сейчас мы так подрезаем и смотрим. Они только пошли. Видите, у них ни живности, никого нет, все идеальны. Вот у нас уже в ведерке сколько появляется. Много. Так. Это, наверное, уже даже вторая волна их пошла. Их было здесь немного, вот уже такие даже большие есть. И, кстати, они тоже хорошие. Вот, можно все подряд забирать. Но мне, конечно же, я буду, если честно, выбирать только маленькие. Большие меня сегодня не очень интересуют. Сейчас мы их нашлепаем. Вот здесь их, ребята, море. Море, ох ты. Сейчас вам покажу, какие они здоровые бывают. Я нашел здесь один просто огромнейший. Самоднейший. Вот он. Это, видимо, один из первых был разведчик. Вылез, посмотрел погоду. Всем остальным друзьям сказал. А вон еще разведчики и не разведчики. Ой, здесь их, друзья. Это все-таки сколько их здесь в кустах. Ой-ой-ой, собирать. Ой, туда и пошли. Ох ты. Сейчас я вам покажу. Еще прям поля их здесь. Ну, это уже перерощи. Вот так вот они выглядят. Ну, нам надо, конечно же, молоденькие и красивенькие. Что мы будем сейчас выискивать? Ну, здесь их просто уйма, уйма, друзья. Это я просто повстречал какие-то грибочки. Они растут на деревяшке, как вы видите. Ну, и решил просто вам показать, чтобы как бы разнообразить немного видео. Ну, а теперь, друзья, я, конечно же, здесь еще собирал немного майской рядовки. Ну, и, естественно, она попадалась червивой. Я ее особо не брал, но немного набрал. Но я хочу вам показать для сравнения, что они даже немного похожи с эталомой садовой. Сейчас мы их примерно немного сравним. Кстати, кто спрашивал, что я делал с майской рядовкой, естественно, всю маленькую рядовочку я закатал в баночки. Вот вам прилагаются несколько фотографий. Ну, если так посмотреть сверху, то, естественно, видно, что на майской рядовочке нету посередине вот такого бугорка. Конечно же, снизу тоже. Вот эти полосочки более-менее густые на майской рядовке. На майской рядовке более толще ножка. Ну, и сама майская рядовка немного потолще эталомы садовой. Сегодня у меня получилась такая обстановочка. Я сейчас вам все покажу, потом пособираю их. Мне не придется никуда ходить. Видели, какой я здоровый. И вот здесь уже хорошо видно, он становится такой розоватый снизу. Но он хорошее дело в том, что... Растет обычно в мае и в июне, но все зависит от погоды. Это, кстати, съедобная разновидность эталомы садовой. Ну что, друзья, вот такой вот у меня на сегодня улов. Все грибочки, можно сказать, идеальнейшие. Просто обалденные. Все чистенькие, хорошие. У меня ведерко грибочков, конечно же, друзья. Там осталось еще очень много. Просто из-за того, что я промок, я решил на сегодня заканчивать мои сборы. Но грибов очень много. Вы посмотрите, какие они все красавцы. Чтобы замариновать, это просто идеальнейший размер. Но попадались мне и майские рядовочки. Ну и бывают они вот таких более крупных размеров. Я уже на протяжении видео вам показывал. Это еще раз. И, кстати, они тоже хорошие. Как вы можете это прекрасно видеть. Ну вот, друзья, вон в ту сторону идет дорога в лес. Ну а я, естественно, приехал. Ну, можно приехать со стороны Денисовки. Можно со стороны Строгановки. Все зависит, какая у вас машина. Можно со стороны Пионерского приехать. Ну вот, местность выглядит вот таким вот образом. Как вы видите, здесь окружают сосновые рощи небольшие. Кстати, с молодыми соснами. Более-менее молодыми. С прекрасными полянками. Где должны расти маслята, которых нету. Почему так? Непонятно. Ну, ничего страшного. Подождем солнечных деньков. Может быть, что-то и появится. Ну, а там, конечно же, виднеются поля. Прекрасные, друзья, горы. Все оно здесь есть чем полюбоваться. Много чего цветет сейчас вообще. Просто благодать. Ну что, друзья, вот такая вот у нас получилась небольшая прогулочка по сбору грибов. Конечно же, погода такая прохладненькая. Ну, это самое то, что надо для того, чтобы прогуляться по лесу. Грибы прут. Они лезут молодые. Много старых. Много всяких. И, конечно же, кто еще не подписался, подписываемся на мой канал. Ссылочку на Яндекс.Зен я оставлю в закрепленном комментарии. В описании к видео тоже там эта ссылочка есть. Заходите, тоже там подписывайтесь. И, конечно же, друзья, вам всем огромное спасибо за вашу поддержку, за ваши комментарии. И, конечно же, всем, друзья, мирного неба над головой и полных корзин. До новых встреч в новых видео. Всем пока.